Всем привет! Давайте займемся. Здоровенный пакет. Итак, что у меня здесь есть? И цены. Основная задача при приготовлении зверовяленных колбасных изделий и хамонов это выдержка продукта при постоянной температуре и постоянной влажности. Очень длительное время. Я для этого дела, как и многие другие колбасники домашние, доморощенные, собрался приспособить холодильник. Купил почти новый за 100 евро. Мне нужна регулировка температуры в пределах плюс 12 выставлять, плюс 14, плюс 16. Для этих целей используют, заболтался, контроллеры. Вот я купил на ebay. Ссылочки повешу, кому интересно будет, внизу потом. Это контроллер влажности, это контроллер температуры. Вот такая фиговина. Сюда заводится 220 вольт. Отсюда выходит тоже 220 вольт, коммутируемая. И датчик температуры. Датчик помещаем во внутрь холодильника. Здесь настраиваем нужный нам диапазон температур. И когда температура падает ниже определенного предела, он может подавать напряжение, допустим, на включение чего-то там. Та же самая история с вот этим вот агрегатом. Здесь по влажности. А в него включается обычный бытовой увлажнитель воздуха. Чтобы все это дело так вот не болталось под помещением, я купил обычный вот такой вот ящик, коробка электрическая. И собираюсь врезать в него все. Поехали! Поехали! Увлажнитель воздуха вот такой замечательный. Датчик температуры. Датчик влажности воздуха. Питание самого холодильника. А это в розетку. И будет этот агрегат включать холодильник. И он будет охлаждаться. Тогда, когда температура поднимется выше необходимой, отключать. Когда температура дойдет до нужной и станет чуть-чуть ниже, датчик влажности будет также подавать напряжение на увлажнитель воздуха, когда влажность внутри упадет ниже необходимой и выключать, когда достигнет нужный. Отдельный прибор, тоже китайский. Китайцы будут контролировать китайцев отдельно, дополнительно. Проверять, какая же там внутри влажность. Следующая встреча уже с колбасами внутри этого агрегата. Пока!